Не борьбой единой. В Дагестане развивают спортивную греблю, олимпийский вид спорта, перед которым в Дагестане открываются большие перспективы. В этом уверены участники первого тренерско-судейского семинара по гребному спорту, который в эти дни прошел в республике. Об идее и как ее будут воплощать в жизнь узнала Хадижат Мазгарова. Двое в лодке не считают времени, которое они находятся в воде, ибо обуздать водную стихию не так уж и легко. О, первые успехи этих спортсменов в гребле налицо. Они не перевернулись и приплыли к берегу. Что вам дает именно занятие этих видов спорта? Адреналин. О гребном спорте в Дагестане знают пока немного, но уже больше, чем полгода назад, когда была создана федерация этого вида спорта. И вот в эти дни прошел первый тренерско-судейский семинар по гребному спорту. Лучшие специалисты рассказывают дагестанским коллегам, как организовать, как учить и, конечно, как судить. В регионе идеальные природно-климатические условия для развития этого вида спорта. Главное преимущество – наличие большого количества водных объектов, в том числе море. Наша задача – создать для них условия и помогать. Я думаю, мы будем в скором времени гордиться нашими чемпионами и в водных видах спорта. Уже идет работа по созданию гребной базы. Собирается команда любителей. Закуплены гребные тренажеры. Гребной спорт стартанет и, я думаю, займет достойное место именно в спорте России. Потому что здесь созданы и климатические условия, и фантастическая природа, которую могут спортсмены видеть. Президент Федерации гребного спорта России, олимпийский чемпион Алексей Свирин отметил, что если в Дагестане будет создана база, то сборная страны будет проводить тренировки тут. Пока мастерство спортсмены оттачивают в соседнем Азербайджане. Хотелось бы все-таки в России, чтобы в том числе чувствовать поддержку соотечественников. Я не встречал ни одного человека, который когда-то хотя бы один раз присел в лодку, а потом сказал, что мне это не нравится. То есть это захватывает сразу. И сегодня еще на море я увидел людей на сапах. Мне тоже сказали, что это буквально в режиме одного года. Люди узнали, что это такое. Сегодня с утра в 7 утра уже увидел людей, там группа людей уже на этих сапах перемещается. Поэтому я уверен, что с лодками будет то же самое. Говорить об олимпийских чемпионах-дагестанцах в этом виде спорте, конечно, рано. Но как минимум в регионе появится еще один красивый и зрелищный вид спорта. Хадежат Мазгарова, Ибрагим Магомедов. Время новостей.